Я вновь приветствую всех уважаемых подписчиков и гостей на моем канале. Это видео было у меня недавно, а может давно уже, не помню. Это обзор газового пистолета Ford 12. И я еще в нем обещался показать, как он стреляет. В общем, нормально видео снять не получилось, но снимали мы видео чисто для себя, небольшими кусочками. Но смысл в том, что мы выяснили, что пистолет буквально через каждый второй выстрел дает осечку. Я сейчас попробую показать это наше видео небольшое. И вот здесь четко и ясно видно, что первый выстрел дает выстрел, дальше приходится взводить курок и снова стрелять. Только на второй раз происходит выстрел. В общем, как я решил эту проблему? Ну, во всяком случае, причин могло быть две. Это либо ударник, либо боевая пружина. Я сначала поменял боевую пружину, потому что она просто-напросто дешевле. На самом деле на эти форты безумно дорогие запчасти. Я не могу понять, почему. Боевая пружина стоила дешевле. Она расположена вот здесь, в рукоятке. И после этого, вроде бы как, проблема исчезла. Но сейчас мы попробуем вообще пострелять и посмотреть, есть ли эта проблема или ее уже нет. Стрелять будем вот такими холостыми патронами. Турецкие аскурсаны. Собственно, за первый раз зарядим 10 штучек. Вот, я хочу попробовать. Вообще, исчезла ли проблема с недонаколом капсуле. Вот. 10 штук. Заряжаем. Попробую отстрелять быстренько. А может, в следующий раз отстреляю быстренько. А сейчас просто отстреляю. И посмотрю, вообще, исчезла ли проблема недонакола капсуле. Вроде бы, она должна была исчезнуть, потому что ту боевую пружину, которую я с этого пистолета снял, и она, по сравнению с новой, была короче практически на сантиметр. Я не знаю, в чем проблема. Может, она такая была, может, она на целый сантиметр просела. Но смысл в том, что это, в принципе, и сейчас, в момент выстрела, да, когда я стрелял, то, кажется, что курок по бойку бьет намного реже. Заряжаем. Ну, в общем, посмотрим. Давайте попробуем. Ну, как мы видим, все 10 патронов пистолет отстрелял без единой задержки. Экстракция замечательная, проблем, как бы, с наколом капсуля нет. Ради интереса подниму какой-нибудь один патрончик. Да, накол капсуля уверенный. Именно такой, как и должен быть. Не очень глубокий, не очень мощный, но достаточный для того, чтобы выстрелить. Как-то так. Сейчас отстреляю еще 10 патронов, попробую отстрелять в быстром темпе. Значит, заряжаем еще 10 патронов. Вот. И попробую отстрелять их быстренько. Один за другим. Посмотрим, как у пистоля с подачей патронов при выстреле, при темповой стрельбе. Фор 12Г. Пробуем отстрелять быстро темпово. Без каких-либо проблем, без единственной задержки. Отстрелял все замечательно. И, среди прочего, обязательно я хотел попробовать. У меня здесь есть 5 газовых патронов. Слава Богу, мы здесь находимся не в закрытом тиру. Здесь можно вообще попробовать выстрелить хотя бы 5 штучек. Ну, скажем так. Выстрелим хотя бы одним-двумя. Для того, чтобы понять вообще, как этот пистолет работает с газовыми патронами. На самом деле, если бы это были какие-нибудь сверхтермоядерные газовые патроны, например, германские или польские, я бы не рискнул здесь этого делать, потому что мы здесь вместе с моим оператором задохнемся напрочь. Но так как просто это патроны украинского производства ТРН-3, а этот патрон вообще ни на что не годится на самом деле. Дай Бог, чтобы с него сейчас хоть что-то вышло при выстреле. Поэтому я здесь не боюсь. Ну, на худой конец здесь вообще все продувается всеми ветрами. На худой конец мы ненадолго выйдем с огневого рубежа, подождем, пока здесь проветрится, а потом вернемся назад. Как-то так. Значит, 5 патронов. Газовый ТРН-3. Действующее вещество МПК. По-моему, если мне не изменяет память, это расшифровывается как морфлорид пеларгоновой кислоты или что-то в этом роде. Пробуем. Мне интересно, будут ли эти патроны перезаряжать этот газовый пистолет. По идее, он под них и заточен, но на самом деле черт его знает. Потому как здесь достаточно большой, массивный стальной затвор. Перезаряд есть. Ну, честно говоря, вы сами видели вообще действие газового патрона, да, только что. То есть, вот это облачко, может, конечно, его очень быстро снесло отсюда ветром, но на самом деле, кроме легкого пощипывания в носу, я ничего не почувствовал. Это к вопросу о том, как обороняться с помощью отечественных газовых патронов. Сейчас пробуем отстрелять все остальные один за другим. Вот то, о чем я говорил. Дым вроде бы какой-то был, но выстрел смешной, и самое главное, не было перезаряда. Еще один точно такой же выстрел. Да. Сейчас я немножко вдохнул. Ну, в носу все так же щипит, и вот здесь вот тоже чуть-чуть пощипывает, да. Я даже один раз кашлянул. Как у нас с оператором? На него попало немного? Чуть-чуть. Чуть-чуть, да? Но неприятных ощущений? Никаких. Собственно, опять-таки, следующий выстрел газовым патроном происходил вот так вот. Легкий пшик, что-то вышло, весь этот дым со всех щелей из пистолета валит, и перезаряда не было. Да. Следующий выстрел был перезаряд. Следующий выстрел был перезаряд. Тут у меня все залепло остатками лака, которыми герметизирует капсуль на патронах Терен. Ну, в общем и целом, в принципе, пистолет работает. Что и требовалось доказать, потому как я его с собой ношу, ну, только не с такими патронами, естественно. Вот. Работает уверенно, в принципе, ни одной осечки не было. С учетом того, как он давал осечки в прошлый раз, это значит, что он работает нормально. Вот. Газовые патроны украинские, сами видели, извините, говно. Вот. А сейчас дадим немножко пострелять из пистолета. У меня просто оператор очень любит стрелять из пистолета. И сейчас немножко постреляет наш прекрасный оператор. Что, давайте посмотрим. О! Осечка. Еще одна осечка. Странно. Я думал, эта проблема ушла. Итак, из 10 патронов 2 осечки. Странно. Я думал, эта проблема ушла. Ну, сейчас попробуем еще стрелять, если что. Один за другим. Ну, побыстрее. Поглядим, что произошло. Ага. Патрон на подаче перекосило. Вот его четко и ясно видно. Вот видите, он уперся в верхнюю часть патронника. Значит, сейчас попробуем решить эту проблему. Готово. Все. Теперь все 10 отстреляны без каких-либо вопросов. Все. Спасибо большое. Всего доброго.